Здравствуйте, друзья! Мы сегодня говорим о еще одной смежной проблеме, касающейся, наверное, почти все медицинские специальности. О чем мы будем говорить сегодня, Галина Николаевна? Вы уже догадались? Я думаю о рефлюксе, Валерий Михайлович. А именно о гастроизофагиальной рефлюксной болезни или о ее разновидности, которую стали впервые выделять от эриноларингологи, а именно фариноларингеальным рефлюксом. Да, друзья, мы не будем сегодня долго обсуждать с вами, почему рефлюкс возникает, почему возникает недостаточность сфинктера, который разделяет пищевод от желудка. Это, наверное, не наша с вами сегодня тема, а мы скорее говорим о последствиях этих процессов. Мы говорим о забросе желудочного содержимого, реактивного, кислого, в большей или меньшей степени, и последствиях такого заброса. Что, собственно, и объединяет понятие гастроизофагиальная рефлюксная болезнь и ее последствиях. Ну, собственно говоря, внепищеводные проявления рефлюксной болезни, они чрезвычайно многообразные. И тут от эриноларингологи, стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, пульмонологи, наверное, наиболее часто сталкиваются с этими последствиями. И реально, мы иногда бываем в тупике, потому что пока сохраняется рефлюкс, пока он не купирован, неконтролируемый, к сожалению, мы не можем избавить пациента от тех жалоб и проявлений, с которыми он пришел к нам. А главное, что достаточно долго мы не понимали, почему у целого ряда наших больных, пульмонологических, стоматологических больных, мы не можем достичь успеха при лечении той или иной патологии. А оказывается проблема в том, что вот этот заброс, который достигает верхних отделов и нижних отделов дыхательных путей, собственно, является той первой причиной. Но я бы все-таки хотел бы напомнить, друзья, что главными пищеводными проявлениями этого состояния является изжога, чувство жжения, чувство дискомфорта, который у пациента может возникать и в лежачем положении, особенно к утру, да и в вертикальном положении тоже. Но вот исследования, которые в том числе и были проведены в нашей клинике, показали, что изжога, как, наверное, главное проявление пищеводного состояния, изофагита, он встречается не так часто. По нашей статистике, статистике нашей клиники, изжога раз в месяц, а это, собственно, признак стопроцентного изофагита, пищеводного проявления, проявления ГЭРБ, да, это кислый заброс, а, собственно, изжога это и есть кислый заброс, да, и, вот, казалось бы, так редко, раз в месяц, стопроцентные показания к обследованию в этом плане. А что же все-таки остальные 30 дней? У пациента нет изжоги, а что есть? Вне пищеводные проявления, которые обусловлены слабо кислым, высоким рефлюксом. Так каким же образом гастроизогиальная рефлюксная болезнь может проявляться, в частности, в ботариноларингологии? Это упорные, длительно текущие, устойчивые к лечению ларингиты, фарингиты, танзелиты, атиты, риносинуситы. Собственно говоря, практически все лорорганы могут отвечать хроническим, вялотекущим, длительным воспалением на проявление, на наличие рефлюксной болезни. Но все-таки вот приходит пациент с какими-то конкретными жалобами именно к отолерингологу. И почему, вот на основании чего мы можем заподозрить, что это не хронический фарингит или лерингит, который обусловлен какими-то другими причинами, а именно внепищеводное проявление, что это запрос. Устойчивость к нашей стандартной терапии. То есть мы лечим, а эффекта практически не получаем, либо он очень кратковременный. То есть мы видим хроническое воспаление, видим отсутствие отклика на проводимое консервативное лечение, и мы начинаем искать причины. Да. И надо здесь напомнить, друзья, что, скажем, вот тот же фарингит, который является наиболее, наверное, частым проявлением внепищеводных таких вот составляющих этого заболевания, вот фарингит редко бывает изолированным и самостоятельным заболеванием. Чаще всего это либо, как мы говорим пациенту, либо это затек сверху при хронической патологии носа около носовых пазух, либо, собственно, заброс снизу, когда, вот, собственно, это желудочное содержимое, особенно ночью, достигает два дела дыхательных путей. И главными проявлениями-то такого состояния боль, першение, кашель. и, собственно, вот это заставляет пациента прийти к доктору, а доктор не может никак справиться с этими заболеваниями, да? Да, и тут нужна как раз дифференциальная диагностика, подтверждение или исключение рефлексы и, соответственно, назначение адекватной терапии у таких пациентов. Друзья, мы сейчас понимаем, что целый набор ларингологических заболеваний связано именно с таким забросом, когда, особенно, как мы уже сегодня говорили, в лежачем положении происходит перетекание через гортаноглотку и достижение уже, собственно, отделов нижних дыхательных путей. Это гортанник, это отделы гортани и, собственно, даже и ниже и мы понимаем с вами, что сейчас целый комплекс пульминологических заболеваний может быть связан с такими проявлениями, как, например, хроническая абстрактивная болезнь легких, усиление бронхиальной астмы, хронический бронхит. Вот это те состояния, которые связаны с внепищеводными проявлениями. Что же делать? Выявлять первопричину рецидивирующих хронических заболеваний в лор-органах и совместными усилиями пытаться с ними справиться. Да, и, собственно, главный совет, когда такие пациенты приходят к нам, это обращаться к гастроэнтерологу, проводить соответствующие исследования и, собственно, лечение заболеваний от оториноли-лингологических мы порой проводим только после того, как получили рекомендации от наших коллег гастроэнтерологов, потому что если этого нет, то добиться стойкой ремиссии бывает просто нереально порой, просто нереально. Ну и, к сожалению, ближайший отклик на гастроэнтерологическое лечение, он тоже может быть небыстрым, и это тоже нужно учитывать и предупреждать пациентов. Да, итак, друзья, подводя итог этой темы, еще раз напомним друг другу спектр заболеваний, которые могут быть обусловлены именно такими непищеводными проявлениями, непищеводным состоянием гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Да, Галинка, давайте еще раз перечислим. Фарингиты, ларингиты, атиты, риносинуситы. Да, и я бы еще добавил сюда новообразование гортани, причем как во взрослом состоянии, так и у детей доброкачественное образование на голосовых складках гортани, отек рейнки, вот такой вот псевдогипертрофия голосовых складок, это тоже в том числе могут быть проявлениями такого заброса. Так что в уме помним, держим, что гастроэнтерологи нам могут помочь в целом ряде случаев, в целом ряде ситуаций. Ну что, пожалуй, эту тему осветили. Скажем так, затронули. Да. Тема неисчерпаема и огромное количество научных исследований проводится по разным направлениям в этом плане. Будем ждать результатов. Спасибо, друзья, до новых встреч. До свидания. Ассоциация Сирано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информацией. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Сирано образование станет ближе и удобнее. Субтитры создавал DimaTorzok